всем доброго времени суток вы на канале ну что свяжем я оля мой канал об узорах крючком и рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале добро пожаловать заходите не стесняйтесь гуляйте по каналу смотрите видео узорчиков же очень много поэтому не для вашего удобства собраны небольшие коллекции под названием плейлистов поэтому смотрите плейлисты надеюсь видео вам понравится вы ставите свои лайки напишите комментарий а также не забудьте подписаться на канал чтобы не потерять и нажимали на колокольчик так вы узнаете когда на канале появятся новые видео своим постоянным зрителем подписчикам подпишется мастерам и3000 отдельный привет слова благодарности много разных стран много разных городов столько теплых слов только приятных комментариев спасибо вам большое я сегодня к вам с новыми ниточками для меня они новые возможно вы кто-то уже с ними работали да естественно с новым узорчиком смотрите какие ниточки интересны будут переходы очень хочется увидеть это как же называется merino gold мадам трикотт париж и еще раз далее что-то напоминаю если я неправильно назвала напишите хорошо потому что ниточки новые первый раз с ними работаю и я еще даже не так они называются как они себя ведут но есть очень хорошо и так моточек 100 грамм 100 граммах здесь пишут что 400 метров смотрите какой состав интересный 30 процентов шерсть мериносовая и 70 процентов акрил то есть это зимний вариант ниточек тут даже видно даже такие вот эти волосинки такие вот шерстинки очень интересно будем делать зиме так скажем вариант тут написано что спицы брать 4 4 с половиной в принципе по толщине посмотрела но пусть будем не троечку один возьмем три с половиной крючок да и еще данные конечно ниточки такими секционном окрашивание очень хорошо смотрятся именно простым вязанием крючком либо вязанием спицами но глаза загорелись крючок рядышком хочется тоже попробовать и так смотрите смотрим что это за цвет цвет получается 802 так что нам интересно здесь еще будет узнать пробовать только до пробовать вязать и так смотрите я захотела вот именно из такой расцветочки да и крючком что можно придумать интересного зимнего я решила связать попробовать образец для бактуса если понравится в принципе да как ниточка ложится как цвет переходит то я конечно завершу его и мы с вами посмотрим его непосредственно в инстаграме вот смотрите ниточка сама по себе небольшая видите как она если ее не раскрутить как она себя ведет так что будем пробовать будем учиться кто вязал оставляйте комментарий и так схемка для данному сегодняшнему бактусу я ее прилагаю схемку нашла я в свободном доступе в интернете схемка вообще не сложно для чего потому что чтобы нам сами увидеть прелесть перехода узор чека цвета вернее да поэтому узорчик будет очень очень простой поэтому вы обязательно справитесь берите любые ниточки не обязательно эти любые ниточки берите пробуйте вяжите у вас все получится и так по схемке как я понимаю мы с вами наберем первоначально 4 воздушные петельки да и так вначале у нас будет петелька фиксации все как всегда зафиксировали и ему при наборе не считаем и так 4 воздушные петельки 1 2 3 4 далее смотрите накид и возвращаемся к самой первой петельки вот этой косички возвращаемся и ныряем в эту петельку и провязываем 2 столбика с накидом 1 столбик с накидом накид и сюда же нырнули и провязали второй столбик с накидом есть далее воздушная петелька и опять сюда же ныряем и опять провязываем 1 столбик с накидом и сюда же 2 столбик с как бы вот такой вот вера чудо получается наш далее опять воздушная петелька и ныряем сюда же в эту же первоначальную петельку провязываем еще один столбик с накидом есть далее 4 воздушные петельки 1 2 3 4 поворот делаем одну воздушную петельку и вот получается арочку которую мы только что сделали да из воздушной петелька ныряем в эту арочку провязываем столбик с накидом 1 1 то есть у нас как бы есть формируется еще одна арочка 3 4 воздушные петельки и 1 воздушная петелька по узору и так столбик с накидом сделали в арочку далее делаем накид и вот наша получается следующая арочка там где нас три ручек до воздушная петелька была вот ныряем в эту арочку и провязываем столбик с накидом 1 2 воздушные петельки и сюда же ныряем опять эту арочку провязываем столбик с накидом 2 есть далее смотрите что делаем сразу же 2 воздушные петельки то есть мы здесь на краешек не заходим сразу же провязываем здесь 2 воздушные петельки 1 2 поворот и ныряем вот в эту арочку которому только что провязали и делаем здесь получается веерочек 1 2 получается столбик с накидом 2 столбик с накидом воздушная петелька и опять сюда же нырнули столбик с накидом 2 столбик с накидом видите вот получать наш вера чик 2 воздушные петельки подъема вера чик далее накид и вот мы перепрыгиваем с вами получается вот этот столбик получается да еще один столбик вот там где мы с вами делали воздушную петельку 4 петельки подъема вот сюда мы перепрыгиваем и делаем еще один перочек смотрите 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом воздушная петелька и сюда же 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом все вот нас получается получилось 2 верочка 1 2 дальше что мы делаем воздушную петельку и вот мы с вами провязывали здесь 4 петельки подъема до отсчитываем 4 петельки вот и ныряем получается в четвертую петельку и провязываем обычный столбик с накидом 2 петельки 2 петельки понятно вот идем дальше опять провязываем 4 воздушные петельки подъема 1 2 3 4 поворот 1 петелька будет узор чека и смотрите опять ныряем сюда же получается вот в эту же арочку которым только что сделать с воздушной петелькой и здесь провязываем столбик с накидом есть пока просто повторяйте потом прим поймете принцип узор чека будет уже самостоятельно вязать дальше смотрите вот у нас здесь были два верочка так и получается вот арочка 1 верочка арочка 2 верочка вот мы ныряем арочку 1 верочка делаем так называемую рогатку столбик с накидом 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом далее сразу же перепрыгиваем к следующей арочки от этого верочка вот и воздушная петелька и точно также провязываем еще одну рогатку столбик с накидом 1 2 воздушные петельки столбик с накидом 2 понятно то есть получается у нас будут друг дружку замещать начале у нас будет просто веерочек потом рога . 2 веерочка 2 рога . поняли да 3 веерочка 3 рога . 4 веерочка 4 рога . и так далее так далее давайте еще раз провяжем дальше 2 воздушные петельки подъема 1 2 поворот и опять получается вот у нас с вами рогатки досмотрите 1 получается рога . 2 рога . а здесь как бы имитация рога . да получается у нас без будет уже 3 веерочка 1 2 3 вяжем накид нырнули в первую рога . провязываем веерочек опять точно также и ручки одинаковые два столбика с накидом 1 2 1 воздушная петелька и опять два столбика с накидом сюда же 1 2 и сразу же перепрыгиваем сразу же в следующую рогатку вот видите вот она наша рогатка сразу же мы в нее перепрыгиваем опять провязываем два столбика с накидом 1 воздушная петелька и сюда же 2 столбика с накидом 1 2 и опять сразу же перепрыгиваем вот наша как бы имитация дорога . так скажем ныряем сюда и провязываем точно такой же веерочек 2 столбика с накидом 1 воздушная петелька и сюда же 2 столбика с накидом и смотрите мы здесь делаем получается после веерочка воздушную петельку и здесь нас поделать 4 петельки подъема отсчитываем 4 четвертую петельку присоединяемся в 4 петельки и провязываем обычный столбик с накидом нырнули вытянули секундочку нырнули аккуратненько вытянули ниточку и провязали обычный столбик с накидом все вот у нас видите веерочек веерочки веерочки между ними рогатки опять делаем 4 воздушные петельки подъема раз-два-три-четыре поворот 1 воздушная петелька узор чека и опять ныряем вот в эту первую арочку и провязываем столбик с накидом все теперь смотрите у нас видите 3 веерочка мы в предыдущем ряду провязали 1 2 3 и у них получается по центру находится в одной арочки из одной воздушной петельки вот в эти арочки ныряйте провязывайте рога . столбик с накидом 1 2 воздушные петельки 1 2 то есть в веерочки мы делаем по одной воздушной петельки да а в рогатках по 2 воздушные петельки опять сюда же ныряем и провязываем еще один столбик с накидом рогатка сразу же перепрыгиваем к следующему верочку опять ныряем столбик с накидом 1 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом 2 и сразу же делаем третью рога точку 1 столбик с накидом 2 воздушные петельки и сюда же 2 столбик с накидом все и опять 2 воздушные петельки подъема 1 2 поворот и у нас здесь будет уже веерочки принцип узорчика я думаю что понять да то есть вы получается с этой стороны у вас будет такое как бы не ровный краешек а с этой стороны он будет ровненький вот так вот и будет прибавление прибавление прибавления прибавления ну что я надеюсь принцип узорчика вам понятен так просто узор состоит из двух рядов верочки галочки 2 рога . верочки рога . и ручки рога . и смотрите он будет получается увеличиваться до от маленького треугольничка расти 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 расть ферласти до большого три голичкой когда многие спрашивают а когда он будет возвращаться обратно не будет это будет такой симметричный треугольник и это больше не очень интересно и получается если мы с вами про вяжем до будем вязать его то есть предположительно это будет если шейка да она будет более ровненько а здесь будет как бы низ опускаться еще плюс будет меняться цвета вот так вот по диагонали вообще будет шикарно то есть он будет просто расти 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 то есть и верхушка треугольника то вы идете к основанию но будет большое 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 понятно есть вы смотрели предыдущие бактусы да то есть видео непосредственно здесь этих узорчиков как они выглядят в инстаграме полностью до готовы то вы увидите что они действительно асимметричные в этом как раз вся прелесть есть итак давайте вырастим образец на несколько рядочков посмотрим что же в итоге получается вообще красиво получается да или нет давайте все встречаемся через несколько рядочков смотрите мы с вами закончили вот в таком маленьком треугольнички да вы поняли что ряды повторяются 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 то есть 1 2 1 2 1 2 смотрите какая получается по итогу красота эти как меняется цвет класс лицевая сторона может быть любая смотрите тут общение принципиально что одна сторона что другая сторона очень красиво смотрится и получается если это будет шейка так видите то есть по краешку будет вот такие вот треугольнички ромбик и то получается цвет будет ложиться вот так диагонально смотрите он начинается с тема такого синего до фиолетовый нежно-фиолетовый розовый в оранжевый переходит такой желтый на камеру цвета данной пряжи передаются ярче на самом деле немножко поспокойнее и обратно возвращается зеркальным до получается отражение точно также потом будет фиолетовый опять будет переходить в нежно-фиолетовый розовый опять оранжевый так далее далее вот смотрите сколько еще отма . до ниточек то есть будет большой большой такой красивый бактус но по предыдущих бактусов там уходила 800 метров дата получается здесь будет 2 моточка вот эти цвета будут переходить с каждым конечно рядом толщина цвета до ряда будет конечно меньше то есть будет удлиняться ряд естественно будет цвет чуть поуже красиво самое главное что не просто вяжется очень очень даже легко то есть рога тачки веерочки рога тачки веерочки не запутаться не потеряться не заблудиться очень прекрасно хорошо что взяла крючок троечка двоечка был бы узорчик конечно поменьше потоньше поплотнее троечка такой соблюдается небольшой такой ажурчик по непосредственно таким тактильным ощущением очень мягко очень приятно не колется вообще я думаю что буду довязывать и поэтому результат данного бактусика вас конечно сможете увидеть меня в инстаграме заглядывайте там и другие бактусы есть надеюсь видео вам понравилось не забудьте поставить лайк написать комментарий а также подписывайтесь кто счет его не сделал потому что впереди много нового интересного нажимайте на колокольчик чтобы не не пропустить это новое интересно на моем канале и под видео находится стрелочка поделиться с подружками и друзьями делитесь соц сетях нажимайте спасибо заранее вам большое спасибо что смотрели видео до конца на новых видео всем ровных петелек пока пока а